В честь скорого выхода нового поколения консолей При создании дизайна PlayStation 2 использовались чертежи компании Atari В середине 90-х она готовилась выпустить преемника для своего компьютера из семейства Falcon Однако финансовые трудности не позволили этого сделать А в 1996 году дело вовсе закончилось банкротством калифорнийского гиганта Sony внимательно следила за ситуацией и на распродаже имущества выкупила патент на так и не появившийся компьютер Atari Falcon Microbox И именно эта разработка легла в основу корпуса и компоновки оригинальной PlayStation 2 Кстати, PS2 была первой в мире консолью, которую можно ставить как горизонтально, так и вертикально Оба положения считались штатными Для второй позиции предполагалась специальная подставка Фирменный значок на корпусе, кстати, тоже поворачивался в нужную сторону На загрузочном экране браузера PlayStation 2 спрятан маленький секрет При запуске консоли на нем появляются загадочные стеклянные башни Причем на первый взгляд количество их определяется случайным образом, но на самом деле все совсем не так Если в консоль вставлена карта памяти, система считывает данные оттуда и рисует башни в зависимости от того, сколько сохранений на ней записано и сколько времени вы провели в играх Добавим, что карты памяти оказались одним из самых проблемных аксессуаров для PS2 в первые годы существования консоли Их объем составлял всего 8 мегабайт, что выглядело крайне скромно даже в 2001 году Не рассчитав масштабы спроса на свою приставку, Sony больше полутора лет не могла решить проблему с картами памяти Пока, наконец, ассортимент не был расширен моделями с большей вместимостью Раз уж речь пошла об аксессуарах для консолей компьютера, их можно найти в онлайн-магазине Joom Здесь есть контроллеры для любых платформ Например, такой геймпад для PlayStation 4 по тактильным ощущениям и сборке не уступает тем, что идут в комплекте с консолью А стоит на Joom вдвое дешевле, чем в других магазинах Также здесь есть вот такие геймпады для Nintendo Switch, тоже весьма неплохой сборки Не оригинальные из специального издания Xenoblade Chronicles 2, но очень близкие к ним, а по цене вдвое доступнее Кроме того, на Joom полно сопутствующей электроники Например, такие беспроводные наушники работают долго, ловят сигнал от телефона по Bluetooth до 50 метров, легко управляются и подключаются и стоят меньше 2000 рублей На Joom можно найти много разных товаров, не только периферию, но и медиаплееры, консоли, бытовую и кухонную технику и даже одежду и обувь Ссылки на описанные устройства мы оставим под видео, остальное найдете сами А вот по этому промокоду вы получите 10% скидку Мы же продолжаем рассказ про PlayStation 2 Началом эпохи игр в HD-разрешении считают старт седьмого поколения консолей То есть с момента выхода PlayStation 3 и Xbox 360 Однако и на PS2 тоже можно получить картинку в HD-разрешении, о чем многие обладатели приставки даже не подозревали В основном потому, что касалась эта система с поддержкой формата NTSC, то есть в первую очередь Японии Всего игр с HD-режимом вышло 5 Первопроходцем стала NHL 2004 от Electronic Arts Следующими в списке стали гонки Gran Turismo 4 и Tourist Trophy А уже на закате жизненного цикла приставки высокой четкостью блеснули JRPG Valkyria Profile 2 И сборник трешовых мини-игр по мотивам сериала Чудаки Jackass The Game В настройках HD-режима было довольно много нюансов Скажем, в той же Gran Turismo он работал только во время заезда Справедливости ради первая Xbox тоже умела демонстрировать HD-изображение, но толковых игр с этой опцией в ее библиотеке так и не появилось Сделать из консоли настольный ПК вовсе не проблема Если в вашем распоряжении есть PlayStation 2, одно из ранних моделей и официальный комплект Linux, выпущенный Sony в 2002 году В него входят диск с установочными файлами операционной системы, сетевой адаптер, периферийное оборудование и 40-гиговый винчестер Sony стала первым производителем приставок, позволившим абсолютно легально перепрограммировать свое устройство Одна из версий гласила, будто японская компания хотела таким способом обойти систему налогообложения Евросоюза Более благосклонную к многопрофильной компьютерной технике, нежели к развлекательной На самом деле Sony еще со времен первой PlayStation проводила в жизни социальную программу Net Yarus Направленную на привлечение энтузиастов к самостоятельному созданию игр Автором этой необычной инициативы являлся Кен Кутараги, основатель и первый президент Sony Computer Entertainment Впрочем, даже если вы не стремились разрабатывать игры, получить в свое распоряжение неплохой, по меркам 2002 года, комп по цене приставки Плюс около 200 долларов сверху за Linux комплект Само по себе хорошая перспектива Прожила эта затея, к сожалению, недолго Официальные продажи начали сворачиваться уже в 2003 году Сочетание консолей и онлайна в конце 90-х еще казалось фантастикой Первые полноценные сервисы тогда только начали появляться в Японии и долгое время оставались эксклюзивом островитян Главным препятствием были далекие от совершенства технологии По диалапу много не наиграешь, да и перманентно занятая телефонная линия тоже то еще удобство Выход консоли шестого поколения совпал с распространением широкополосного интернета Оседлать тенденцию первой попробовала Sega Но главный удар нанесла Microsoft, запустившая в 2002 году сервис Xbox Live И объявившая онлайн одним из приоритетов развития Sony отреагировала с опозданием Сначала выйти в сеть владельцы PS2 могли только при помощи внешнего адаптера А встроенный сетевой порт появился только в тонкой модели PS2 Slim 2004 года выпуска Централизованный сервис PlayStation Network заработал вообще лишь в 2006, когда вышла PS3 Тем не менее, игр с поддержкой сетевых режимов для PS2 выпустили более сотни Причем доплачивать за онлайновые развлечения не требовалось PlayStation 2 была полноценным мультимедийным центром А воспроизведение фильмов и музыки стало неотъемлемой частью функционала системы Sony даже выпустила для PS2 пульт дистанционного управления В итоге консоль стала опасным конкурентом для довольно дорогих в те времена DVD проигрывателей Отдельно стоит рассказать о приключениях PlayStation 2 в Бразилии Эта страна вообще крайне интересна с точки зрения геймерской культуры Например, 10 лет назад в ней попытались запустить консоль местного производства, загружающую весь контент из интернета Проект Ziba прожил всего 2 года и запомнился жуткими портами таких хитов, как Resident Evil 4 PS2 пришла в Бразилию только в 2009 году, зато с сюрпризом Покупатели могли приобрести вместе с консолью комплект для настройки сервиса Netflix После чего получали доступ ко всем имеющимся там сериалам и фильмам Самые лучшие игры обычно выходят на приставках под занавес их жизненного цикла Поэтому абсолютно нормальной является ситуация, когда на новой системе в ее дебютный год появляется всего пара тройках хитов А на предыдущей в это время все еще продолжается фиеста Однако длится такая ситуация, как правило, не очень долго Но вторая плойка стала исключением из этого правила PlayStation 3 стартовала осенью 2006 года Но поток релизов для ее предшественницы вовсе не думал заканчиваться С 2007 по 2009 на PS2 выходило по нескольку десятков игр в год Были в их числе даже суперхиты уровня 2 года 4 Заметно на убыль активность разработчиков пошла только в 2010 Производство PS2 было официально завершено в январе 2013 года А последней игрой стала очередная часть симулятора Pro Evolution Soccer Вышедшая 8 ноября 2013 года Ровно неделю спустя Sony запустила PlayStation 4 При той бешеной популярности, которая сопровождала PlayStation 2 всю ее долгую жизнь Неудивительно, что консоль по сей день удерживает рекорд по количеству продаж Но сколько именно приставок было продано? Точного ответа на этот вопрос сегодня нет Дело в том, что Sony прекратила ввести публичную статистику после того, как сняла консоль с производства Счетчик остановился на показателе в 155 миллионов Однако продажи не прекратились Считается, что за последние 6 лет было реализовано еще более 4 миллионов консолей И общий тираж таким образом подошел к планке в 160 миллионов У ближайшего преследователя мобильной Nintendo DS 154 миллиона владельцев Что касается игр, то первое место в списке бестселлеров для PS2 прочно удерживает GTA San Andreas PlayStation 2 была настоящим феноменом своего времени Один впечатлительный гражданин даже сменил имя и стал официально называться «Мистер PlayStation 2» по паспорту А одна история до сих пор остается ярким примером политической пропаганды В декабре 2000 года новостные агентства запустили утку про то, что Саддам Хусейн якобы начал массовую скупку PlayStation 2 С целью переделать невинные игрушки в систему управления ракетами Дескать, эмбарго со стороны ООН не позволило диктатору приобретать какую-либо электронику прямого военного назначения Sony пришлось реагировать на этот вброс Сначала компания заявила, что иракцы не смогли бы купить необходимое количество приставок Потому что из-за бешеного спроса их тяжело найти в продаже И это была правда Тем не менее, чуть позже японцы стали отслеживать трафик распространения товара Как и ожидалось, никакого иракского следа обнаружить не удалось Зато реклама получилась отличная Теперь весь мир знал, PS2 настолько крута, что ею даже Америку пугать можно Sony относилась к России дружелюбно еще в 90-е Когда кроме пиратского рынка у нас ничего не было А в начале нулевых наконец решила оформить свой интерес В 2002-м состоялся официальный запуск PlayStation 2 в нашей стране А несколько отечественных фирм сразу же выразили желание участвовать в локализации Пираты, разумеется, тоже никуда не делись Качество их перевода, как водится, варьировалось от вполне сносно до полный ужас Однако даже парни с большой дороги чему-то научились Откровенно, плохих работ было значительно меньше, чем в эпоху PS1 Совместными усилиями официалов и пиратов, переведенной на русский язык Оказалась подавляющая часть игр для PlayStation 2 Когда-либо легально или нелегально выходивших в Россию И на этом на сегодня все Напишите в комментариях, была ли у вас PlayStation 2 И какая игра на ней была самой любимой Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик Увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok